всем привет с вами тома и сегодня у нас будет распаковка обзор цветочный мод пай из линейки понимания как и остальные игрушки из этой серии изначально мод выходила эксклюзивом для сети той раз но позднее привезли и в наши магазины детский мир к сожалению цена на эту единичную пони достаточно высокая 1000 рублей даже с копейками но тем не менее рада что ее можно приобрести в нашей россии не платя за доставку из-за рубежа она сейчас особенно дорогая потому что в прошлом году в прошлогодней линейке понимания тоже выходила единичная поняшка в такой же коробочке фотофиниш обзор на нее есть на канале но вот и и не привезли к нам тогда в детский мир это было просто самое клевое поняшкам на мой взгляд выпуски и и к нам не привезли в этот раз они тоже не все привезли не привезли по моему цветочную селестию большую говорящую по крайней мере я ее в нашем детском мире ни в одном ни во втором не видела вот все остальное линейку видела поняшка у нас в коробочке которая выполнена в стилистике пониманий нынче это все в цветочках просто везде много много цветов даже вот эти отверстия на коробке это цветочки прошлые посмотрела коробку прошлогоднюю здесь были кружочки не цветочки но теперь все очень модно кстати карты дырочки закрыта в отличие от кеденс которые я рассматривала не так давно тут надежно загерметирована нельзя ее пощупать мод рок-пай понимание арт у нас бедная мод вся в этих цветочках торец обратная сторона тоже суровая мод в этих цветочках смотрится вообще крайне странно на самом деле мод пай любит делать рок-кэнди ну карамельки со своей сестрой пинки пай внезапно 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 и все и давайте откроем и посмотрим саму мод задник коробочки у нас в этот раз тоже весь в цветочках цветочки не повсюду и сама поняшка по размеру то обычная каниколоновая пони как и фотофиниш также в нее вращается голова само собой куда уж без этого и и отличает то что она в платье ци вот конечно была в платье на то что это платье в цветочек это конечно что-то с чем-то вот она покрупнее вам причем ткань в этот раз такая знаете очень похожа на плащовку потому что если у фотофиниш была приятная мягенькая ткань к которая действительно на ткань похожа то здесь у нас такое ну очень топорный материал действительно напоминает больше всего плащовку из плащей или зонтов что-то такое и она у нас черная естественно да и с рисунком похожим не знаю на хохламу не похожи просто большие разноцветные цветы и красный белый желтый все все цветы ну ладно не все цвета цвета зеленого нету здесь зеленый есть на ней тут какой-то такой типа голубенький есть в общем очень разноцветная платьица естественно она снимается снимается с поняшки платьица она на липучке причем черный вот настолько сурово что у нее даже липучка черная так она смотрится без поняшки прострочено в принципе тут сборочка более-менее сделано достаточно все аккуратненько сзади у нас тоже все на резиночке прострочено чтобы то что ткань такая не то чтобы сильно надежно чтобы не расходилась в общем сшит на добротно хочу я сказать насколько я вижу сюда должно удержаться и не рваться силуэт конечно сама поняшка а кстати на ней еще какая-то штука я не заметил под платьем было очевидно сама поняшка на серенькая как и надо китимарка ее камень ну вроде вроде каноничный я честно говоря плохо помню но по моему где-то я такую же встречала не только в мерче возможно такая что были и фан работа но тем не менее теперь это можно считать официальной китимаркой также с передней стороны у нас на копытцах есть опять те же цветочки крупные бабушками цветочки и на щечке тоже не и цветочки тут они помельче не такие ядреные красных хотя бы нету и на том спасибо бардашка ой просто милашка глазки у нее такие тоже строги кстати глазки и с тенями я конечно хорошо по моему передали она такая была меланхолично суровенькая грива фиолетовая причем у нее отдельно сделана челочка тоже достаточно редкий вариант потому что щелками вообще поняш почти 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 дело в официальных линейках вот таких вот эксклюзивных иногда еще встречается даже вот фотофиниш да ну в принципе они практически по одному образу и подобию на самом деле на самом деле сделаны поэтому наверное они поэтому и решили делать мод уже отработали технологию на фотофиниш а и задние прядочки у нее тоже здесь идут они по длине подлиннее же или такие же да мне кажется чутка все-таки по длине чем у фотофиниш у фотофиниш просто этот уже укладывала потом чтобы они так не только решились больше что-то наподобие коры да вот вот они чуть по длине и конечно тоже придется немножко уложить потому что даже не знаю что едва хвоста сделать где-то а на фотографиях столба у которой утекали там по моему она была с двумя хвостиками потому что тут хороший такой как раз пробуждил фотофиниш его не было по моему да там три ряда просто каниколуна здесь у нас четыре ряда каниколуна и косички из него заплести удобнее будет ну или просто можно чутка доложить коры хотя в принципе с лицевой стороны и так более-менее нормально смотрится хотя с хвостика особая милашка тем более хвостики достаточно длинный для простого коры можно реально заплести хвост как у фотофиниш длинный фотофиниш я потом все-таки обрезала хвостик до коротенького потому что он просто длинный по вообще не туда не сюда я его сделала коротким под ее карем наверное смотр скорее всего я сделаю также потому что на мой взгляд как-то длинноватым в данном случае вот и скорее всего тоже буду его делать покороче хотя бы там не очень тут вяжутся но это конечно на это обесценивает коллекционную стоимость обрезания различных волос но тем не менее я никуда продавать не собираюсь поэтому наверное я сделаю все-таки покороче каниколуна кстати такой среднего качества хочу сказать не то чтобы вау вау челочка мне нравится она залаченная по моему немножко очень клево смотрится ровненько прям такая вся хвостик и задние волосы чуть поболее спутаннее чуть пожестче особенно на кончиках естественно но тем не менее достаточно неплохой каниколан вот на хвосте мне не очень нравится этот конец это его потом и обрежем сзади у нас естественно никаких цветочков и прочего нету сзади вообще ничего не рисуют низ как обычно и такая вот поняшка давайте обратно оденем платье надели мы платьицы еще раз напоминаю что поняшку вот сейчас и наверное чуть чуть позже можно все еще найти в детском мире скорее всего она будет первой кого разберут потому что она самая дешевая потому что она единичная поняшка там от понимания дальше куклы с этой и достаточно столько габаритная тоже дэринду тоже одна но большая она самая дешевая получается мод и скорее всего ее разберут первой поэтому если вы хотите себе эту поняшку не хотите ее заказывать потом где-то из-за рубежа лучше конечно сходить в магазин и купить но я думаю наверняка многие уже так и сделали потому что привезли поняшку уже наверное с месяц назад я просто долго не могла доехать купить еще пока снимаю обзор мне поняшка очень нравится не знаю нам конечно не очень ей подходят эти цветочки смотрится несколько спорно и особенно платье в цветочек как-то совсем не в стиле мод она у нас все-таки более такой аскетичный персонаж который любит просто тут вот но тем не менее поняшка клевенькая клевенькая челка очень выразительный взгляд хвостик моей подровняем и будет вообще замечательно надеюсь ролик был вам интересен и полезен подписывайтесь комментируйте ставьте лайки с вами была тома пока а